все закрыто ничего не работает как вы видите людей нет но наша же цель увидеть море вот такие умывальники везде поставили наш на управление честно мне говорили что вода здесь прям настолько грязная что прям смотреть страшно вон там видно уже открытое море песок кстати смотрите сразу понятно что он привозной друзья привет первая реплика на то когда люди узнают что я живу в джакарте вау вы наверное каждый день там купаетесь вот нет вот сейчас я поеду на море и поеду всего второй раз то есть я увижу море в джакарте второй раз почему что-то можно делать можно ли там купаться узнаете из этого видео погнали пока мы мчим на север города море в джакарте находится именно там расскажу о дорожном устройстве столицы индонезии это очень интересно мегаполис огромен здесь проживает около 30 миллионов человек как же все они перемещаются транспорта тут много есть большие общественные автобусы которые ездят по выделенным линиям есть маленькие типа маршруток есть электрички и множество служб такси в том числе и мотоциклетная а вообще наверное каждый второй имеет свой мопед который как водится паркует на тротуаре два года назад в джакарте появилась метро но при этом трафик в городе по-прежнему бешенную стоять в пробке можно часами для разгрузки дорог даже принята мера четно нечетных чисел в четные дни месяца по самым загруженным дорогам могут ездить машины с четными номерами в нечетные с нечетными есть в джакарте еще и толы мы как раз по одному из них едем вот смотрите как мы едем мы сейчас едем по долу это платная дорога во первых она платная во вторых там нельзя ездить мотоциклистом мотоциклисты видите вон там остались они отделены специальным ограждением и сейчас я покажу как едем мы у нас мотоциклистов нет вот так вот и мотоциклисты даже за деньги не могут сюда попасть потому что это скоростная магистраль только для автомобилей надеюсь что за моими рассказами о дороге вы не забыли мы едем на пляж можете ли вы теперь себе представить пляж в этом городе а он тут есть правда я еще сама не проверяла но мы почти приехали пойду его искать итак я приехала в самый большой парк развлечений в джакарте называется он анчел здесь и различные водные аттракционы и аквапарки и какие-то американские горки и куча различных там аквариумов океанариумов немыслимо находится он на берегу иванского моря сейчас все закрыто ничего не работает как вы видите людей нет но наша же цель увидеть море поэтому здесь мы его точно увидим добро пожаловать в анчел оказывается это крупнейший комплексный туристический район во всей юго-восточной азии но я-то ожидала увидеть парк наполненный веселыми детьми и взрослыми а вместо этого вот такие пустые набережные всему виной сами понимаете что ну и как вы поняли то что за моей спиной это не пляж пляж еще нужно найти а вот кажется и пляж ну что я приехала смотрите вот так вот выглядит море карте сейчас подойду поближе даже есть один купальщик ну так вот знайте роскошный отдых на пляже джакарты вам не грозит для этого в индонезии есть другие места ну раз уж мы приехали давайте смотреть что тут есть вообще если честно когда я смотрела фотографии но здесь купающихся просто тьма это наверное из-за наших особых житейских условий все изменилось а так конечно здесь вот прям вот все усыпано и там дальше это узкая полоска пляжа там вот даже широкая так там вообще просто яблоку негде упасть как летом в сочи но вот сейчас все по-другому смотрите дело в том что сейчас в индонезии как и в россии зима ну точнее у них это называется сезон дождей воздух остывает днем до 29 градусов а ночью аж до 24 градусов тепла вода примерно 28 градусов и это для местных очень холодно так что в это время года и такую погоду они предпочитают не купаться ну а туристов сейчас как вы понимаете немного кстати если честно мне говорили что вода здесь прям настолько грязная что прям смотреть страшно ну на самом деле нет вот очень даже прилично я думаю смотрите и ветерок такой дует песок кстати смотрите сразу понятно что он привозной не местный это однозначно его могу сказать местный песок не такой анчел очень популярное место у столичных жителей выходные и праздники а сегодня обычный четверг и к тому же утро сейчас что-то в районе девяти часов утра на пляже пусто и делать здесь признаюсь особо нечего во первых все закрыто во вторых из-за жары на улице очень долго не хочется оставаться поэтому ну вот прям не знаю даже что показать сейчас попробую поискать что-нибудь интересное вот кстати хорошая идея может быть взять велосипед а может быть даже и двойной если вы с кем-то и прокатиться здесь но как по мне так такое количество народу просто идеально для неспешных прогулок ну и если разобраться то можно найти чем себя занять например можно взять лодку в аренду вот эти дядечки они постоянно пристают предлагают лодку в аренду кроме того можно посидеть в ресторане который расположен прямо на воде проход к нему по специальному мостику вот я иду сейчас по деревянному мосту вон там видно уже открытое море а это видите такие заводи для купания специально сделаны там искусственный песок насыпан ради чего я бы сюда поехала ну так просто поглазеть на море и подышать морским воздухом потому что чувствуется что воздух такой не такой как в городе вот такие умывальники везде поставили видеть нашлое управление а я прям качаю нехило закончилась вода кстати у местных пляж анчел популярное место для пикников многие приезжают сюда всей семьей со своей едой растилаются на берегу любуются морем пьют и едят для таких целей тут есть даже специальные места такая веревка натянута это место можно расстелить здесь тряпочку и ложится вот еще одно место вот так это выглядит видите местные раз и сели сейчас я тоже где-нибудь рядом в анчоле находится несколько отелей говорят они очень популярны для торжеств связанных с новым годом потому что здесь самые красивые фейерверки кстати на этой территории есть частные дома и апартаменты так что тут можно просто поселиться и жить любоваться закатами и рассветами с видом на яванское море которое по сути является частью то ли тихого то ли индийского океана не знаю точно какого ведь расположено море как раз между ними двумя и окружено островами индонезии ну посмотрите на карте и что очень важно мне прям четко повезло с погодой потому что день пасмурный но дождя нет и нет палящего солнца под которым здесь вообще невозможно находиться белому человеку в общем я прям в восторге да еще важный момент во время прогулки по мере приближения к порту стал появляться неприятный запах который все усиливался пахнет здесь если честно не как на пляже а как в порту и тут конечно куча портовых сооружений ну короче говоря здесь и порт имеется поэтому какой пляж такой какой порт такой пляж чуть не забыла сказать проход в парк платный стоит он 25 тысяч индонезийских рупий это что-то около 150 рублей по новому очень странному и очень плохому для русского рубля курсу ну вот здесь есть какие-то активности за которые нужно доплачивать конечно же ну а погулять можно и так за 25 тысяч вообще конечно я рано сказала что народу нет потому что я приехала рано и сейчас все прибывает и прибывает народ все больше и больше желающих искупаться ну а я наоборот собираюсь домой моя прогулка окончена и как обычно если видео было полезно поддержите его лайком и не забывайте что на моем канале масса интересных сюжетов об индонезии смотрите наслаждайтесь и берите на заметку пока пока